Всем привет! Хочу показать своё вязание. Я связала 26 новых. Лицевая сторона, это изнаночная сторона. Сюда я ещё связала вот такую. Можно её вот так сделать. Вот такой вот. Тут одинаково, что лицевая, что изнаночная. Только вот тут, что я обвязала орачьим шагом, поэтому здесь будет лицо. Сюда также можно такую штуку ещё сделать. Вот такую вот связала. Её я уже показывала и в Одноклассниках в инстаграме. И сюда можно вот так оставить. Можно вот в серединку. Я ещё связала вот такую из пяти лепестков, такой цветок. Вот так вот получается. Это одинаково, что лицевая, а что изнаночная. Вот такую вот. Это изнаночная сторона, а это лицевая сторона. Тоже обвязала орачьим шагом. Вот такую простенькую. Сюда можно тоже так вот такую штуку. Это лицевая сторона, это изнаночная сторона. В принципе они одинаковые, только вот что тут немножко. А так в принципе одинаково, что лицевая, что изнаночная. Вот такой вот, с ручками. Вот она на лицо, вот так она на изнанке выглядит. Теперь вот такую вот ромашку. Вот она на лицевой стороне, вот на изнаночной. Ещё вот такую вот. Вот эта изнаночная сторона. Тут в принципе одинаково, что лицо, что изнаночная. Единственное зависит от обвязки. Обвязка конечно вот здесь на лицо лучше. В принципе тоже на изнанку тоже неплохо. Сюда тоже можно вот такую вот. 2 4 6 и 2 4 6. Вот такую красивую голубую. мне очень нравится. Вот так она выглядит с изнаночной стороны. Это лицевая. Вот такую звезду шестиконечную. Тут одинаково, что лицевая, что изнаночная. Вот такую. Цветок такой. 8 лепестков. Тут тоже только из-за обвязки. Вот это лицевая, это изнаночная сторона. Вот такой вот. Вязала я их. Тоже лицевая и изнаночная одинаковая. Вязала я их самых дешёвых ниток. У нас в магазине все были закрыты. И когда они открылись, здесь я мне дочь накупила пряжу. Пряжи самые дешёвые. И вот я сидела, вязала. Вот это лицевая сторона. Это изнаночная. Вот такую. Видела, вяжут и с другой пряжей. Тоже на акриль. Сто процентов. У меня тоже акриль, но у меня другая пряжа. Выглядит неплохо. Форму держит. Мне нравится. Вот такую маленькую звёздочку. Она тоже что на лицевой, что на изнаночной стороне. Вот такой вот цветочек. 6 лепестков. Тоже в принципе одинаково, что лицевая, что изнаночная. Только вот всегда говорю из-за обвязки вот здесь. Вот такой цветочек. Вяжутся они в принципе недолго, но когда уже наловчишься, тогда уже и легко идёт. Тут тоже можно. Так вот лицевая, так и изнаночная. Вот такую маленькую звёздочку. Вот она на лицевой. Вот она на изнаночной. Одинаково, что лицевая, что изнаночная. Единственное, я цветок ещё сюда свяжу. Вот эту я тоже уже показывала в инстаграм. В одноклассниках у меня тут был пасхальный венок. Это лицевая сторона, это изнаночная сторона. Вот эту маленькую. Это у меня были остатки пряжи от мамы. И вот такую маленькую связала. Она тоже, что с лицевой, что с изнаночной одинаковая. Вот такую вот. Она тоже одинаковая, что с лицевой, что с изнаночной. Где-то на дно уходит, не знаю, 100, чуть больше 100 грамм уходит пряжа. Смотря какая. Если совсем большая, то конечно чуть больше уходит. В основном так ориентируется на 100 грамм. Но больше конечно. Вот эта простенькая, но вроде тоже красивая. Что с лицевой, что с изнаночной одинаково. Это тоже у меня там, по-моему. Да, в виде я показывала лакс. На ней я фотографировала. Тут тоже из-за обвязки. Лицевая и изнаночная чуть-чуть различаются. А вообще в принципе одинаковая. Что лицевая, что изнаночная. Пряжа, как я говорила, у меня самая дешевая пряжа. Одно время вообще все закрыто было. Выписывать она дорогая пряжа, она того не стоит. Она ничем не лучше дешевые пряжи. Когда открыли магазин и накупили и я вязала. Вот это еще. Это лицевая сторона, а это изнаночная сторона. Вязала я их несколько месяцев. У нас этот год, 21 год, очень тяжелый год. Я немножко выбилась из обычной колеи. Поменяла день и ночь. Сменила день на ночь. И сидела, просто вязала, потому что мне нужно было отвлечься от нехороших мыслей. Поэтому видео я не снимала. Если кому-то что-то интересное, наверное смогу и снять видео. Вяжутся они не сложно. Нужно только научиться просто вот эти звездочки вязать и потом она уже легче. Вначале я немножко тоже пока приловчилась, а потом уже поняла как это идет. Вот. Если вам хоть что-то понравилось, поставьте лайк, если не жалко. Напишите комментарии, что вы об этом думаете. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok